добрый день сегодня хочу поговорить о компаниях которые больше всего пиарил этим летом они уже росли грубо говоря там в пять раз летом до иногда 6 но потом они со своих вершин там с 3 долларов обновили свои исторические минимумы вот компания банкрот pay как банкрот они сказали естественно что они не не пострадают их акционеры но сами тихо спокойно пошли в главу 11 там написано все образ шуре через суд все всех документов что акционерами не попадает и можно этому верить но тем не менее дела в суде американском могут идти сколь угодно долго закончится это может чем угодно как вы видите средний в некоторых локах но естественно там где счета не совсем большие там мы вообще не можем принять на себя рис банкротства и также есть счета которые естественно люди говорят что мы работаем и держим свои позиции до банкротства в принципе уходим на вот отце куда угодно оттись и рынок не биржевой делаем что угодно есть компании которые есть клиенты которые наоборот горят ну ни в коем случае примерно соотношение такое банкротов держит 25-30 процентов клиентов но с которой естественно более богатые которые готовы своими деньгами как бы рисковать в них повышенный порог риска то есть у кого повышенный порог риска и вот компания под главой 11 она банкрот значит точка входа 9 до ноября и частями распродажа и вот все позиции закрыты осталось лишь позиция для того чтобы вам показывать где у нас как какой вообще доход что это 200 процентов за месяц и где была средняя также мы можем зайти в котировки посмотреть компания которая у нее обратный сплит на носу был у нее был обратный сплит на носу она с ним затягивала на затягивала голосование да она затягивала голосование и абсолютно сказали что ее акции ничего не стоит рассказали все ведущие издание можете рыться что equity акционеров равна нулю потому что много долгов 5 10 вот что на новостях о вакцине это кстати те известные молы которые еще у меня на старом сайте это то где я там первые 200 процентов заработал еще в начале года и потом уже перестал публиковать тот портфель так как уже было с тем портфелем все ясно и что тот портфель именно две эти акции в нем составляя 90 процентов что он просто забивался забивался и забивался этими акциями до предельного порога когда мы подходим к ситуации что нам нужно выбирать посмотрите серию моих роликов игра банкротства это тоже можно зайти на новом сайте в клуб 100 перейти на старый сайт зарегистрироваться видео и там все видео рассортированы там есть целая группа видео посвящена игра в банкротство почему эта игра в банкротство почему ее американские инвесторы пам-пан-дамп они в нее или не знаю как они там ее еще называют ticket to the moon почему они всегда в нее играет потому что получить 200 процентов за три недели то есть нужно какими-то суммами видимо от портфеля рисковать да есть совершенно отчаянные люди которые хотят туда идти целиком и далеком и то есть под банкротством под длистингом все получили уведомление на длистинг кто-то перешел на главу 11 кто-то говорит я только обратным сплитом спасусь но потом получается все как всегда ticket to the moon акция улетает и в зависимости от рисков клиенты просто делятся которые готовы брать на себя риск которые не готовы естественно берут в основном клиенты там от 100 тысяч счета они вообще такие разговоры даже они не заморачиваются там если даже 20 процентов 30 они говорят мы знаем что это такое карт-бланш счета поменьше естественно нужно охранять от таких игр есть и другие акции которые не под банкротством которые просто вернут дивиденды который будет более плавное equity к росту и все такое прочее но по маленьким счетам тут конечно нужно избегать потому что как она выросла так она может и на три цента уйти там навсегда остаться то есть чем выше риск то здесь риск составлял по акции которая пошла на банкротство я думаю порядка 80 процентов риски она 03 свои показала да то есть она упала в 10 раз начиная с лета и потом только она выросла в 4 получается в четыре раза до на сегодняшний день она выросла за месяц этапы и тоже это торговый центр и вот что мы видим в три раза разрастет компания которая просто под листингом и под обратным сплитом у которой под оценкам вообще ведущих мировых агентств equity ничего не стоит но тем ни менее equity акционеров у нас за короткий срок как видите а вот таким грубо говоря полетом увеличивается почти уже до в три раза то есть вот такой вот интересный сегодня день основные две компании которые опиарил опиарил их именно по процедуре банкротства но тут риск он обсуждаемый то есть кто готов вот прям рисковать кто нет и как что из этой ситуации спасаться каждый решает для себя сам мы по маленьким счетам немножко плюсовали потом в день когда в нулях в минусах мы поменяли на акции которые слава бога тоже отросли не в три конечно раза а поменьше да но у них еще остается перспектива роста там два раза три но за более длительный срок за более длительный срок потому что рисковать клиентскими счетами грубо говоря мы не можем если только не счет который который допустим люди говорят да мы можем мы можем у нас есть деньги у нас счета побольше так сказать мы покрупнее и они вот такой вот средний выстреливает но естественно частями то есть мы не дураки мы сокращаемся то есть первый сто процентов получили мы не жадны вторые сто процентов получили ради бога ну всего доброго спасибо за внимание это не знаю как назвать два банкрота может быть что